Всем привет! Вы на канале Лозница и меня зовут Вика. Как вам мое преображение? Сегодня я хочу показать, как я сделала себе такую прическу крутую, которая мне, наверное, больше всего нравится из всех плетений, из всех афрокосичек, что я делала. Для этого нам понадобятся волосы, соответственно. Я их брала на Алиэкспресс. Мне на всю голову хватило две пачки, хоть и брала я четыре. Нам понадобятся резиночки обычные, силиконовые, желательно очень хорошие, качественные. Ножницы нужны для того, чтобы разрезать резиночку, которая держит волосы. Дальше нам понадобится обязательно вот такой вот крючок, тоже с Алиэкспресс, расческа с хвостиком, зажимы и водичка обычная у меня в этой бутылке. Итак, деление. Как вы знаете, я за это лето уже наплелась афрокос, будь здоров. И решила, в общем, я придумать свое деление, потому что везде видео показано так, чтобы было удобно делать на ком-то, но не на себе. И мне надоело долго плести, поэтому сегодня я буду делить крупными прядями. Для начала я делю волосы пробором от уха до уха. Дальше я делаю пробор по центру, ориентируясь на носик. Так. Для меня он был ровный, так что не пишите мне, что он не очень. Почему-то на видео он смотрится по-другому. Одну зону закалываю, а со второй буду работать. И следующий пробор я делаю на уровне височных впадин. Вот видите. Пробрызгиваю водой, чтобы убрался пушок. Так, ненужные волосы закалываю и начинаю делить прядку. Я отделяю просто прямоугольничком первую прядку у лица. А оставшийся квадратик я делю вот так вот диагональным пробором пополам. И получается два треугольничка. И диагональ я вела слева направо к центральному пробору, чтобы у меня там получился потом такой цветочек. Вы потом увидите. Я показываю все, поэтому можете смело садиться и смотреть, как я делю и повторять. Резиночку я складываю пополам, чтобы меньше оборотов делать. И завязываю этот треугольничек. Да, сегодня я буду работать с резиночками, чтобы было прочнее. И так каждую прядку я завязываю резиночкой. Вот так один ряд готов. И сейчас отделяем следующий. Оставшуюся зону я просто делю пополам. Это примерно на уровне височных выступов у меня получилось. Также смачиваю водичкой. И начинаю делить опять треугольничками. Реально я заблелась за три часа ровно. И у меня ушло две пачки вот этих вот волос, дредов или как бы их назвать. Поэтому это меня очень устроило и даже больше понравилось, чем с мелкими косичками. И последнюю часть я просто завязываю. Тут у меня немного волос, поэтому лучше. Я ее не буду делить и сразу завяжу. Все. Левая сторона готова. Теперь в зеркальном отражении делаем и справа то же самое. Так, все, височные зоны у нас готовы. И приступаем к затылку. Видите, у нас уже образовалось полцветочка. Находим центр его, центр головы и делим также затылок пополам. Как я его делю? То есть, спереди я вижу от центра куда идти, а сзади вы нащупываете пальчиками ямку. Вот тут вот. И ведете к ней. То есть, так вот легко самой себе разделить волосы пополам. Одну часть закалываю, пока буду работать с одной половиной. И эту половину делю еще раз пополам. Сейчас покажу, как вышло. Вот так вот получилось. Я просто на глаз, на ощупь. Примерно, чтобы они были по ширине одинаковые. Тут вы уже не сможете добиться сильной точности. Поэтому даже не старайтесь. Все-таки это все на ощупь и вы сами себе делаете. Теперь я просто сбрызгиваю водичкой, чтобы не пушилось. Тут я отталкиваюсь от уже сделанного треугольничка и буду делить эту зону зигзагом. Таким образом у меня будут получаться треугольнички. И вот так вот диагональными проборами, зигзагом мы делим все эти зоны на затылке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот деление готово. Сейчас я покручусь, покажу, что получилось. Вот такой вот интересный рисунок получился. И приступаем к самому интересному. Теперь я беру каждую прядку, сбрызгиваю хорошо водой и заплетаю обычную косичку. Я не стараюсь ее плести туго, просто чем быстрее, тем лучше, потому что у нас уже будут держать волосы резиночки наши. И нам нужно просто, чтобы волосы были собраны, их так будет легче протягивать. Теперь берем наши волосы, тут есть такая петелька, просовываем крючок под резиночкой, захватываем петельку. Теперь берем наши волосы, нашу косичку и протягиваем через эту петельку. И вот так вот хорошо затягиваем. Таким образом у нас меньше вреда волосам. Теперь я завожу крючок в эту дрейдингу и забираю волосы свои и протягиваю внутрь. Вот таким вот образом. Она внутри пустая, то есть просто это как накрученный локон такой. Внутри есть туннель, куда можно уложить свою косичку. И вот так вот по частям, я не сразу все забираю в крючок, по частям я беру и протягиваю свою косичку. И вот так вот все круто получается, мне очень понравилось. Деление я сделала за полчаса, а остальные 2,5 часа у меня заняло плетение косичек. Из своих волос и протягивание их в искусственные волосы. То есть косички я просто заплетала, чтобы были собраны волосы и их было удобно протягивать. Не нужно сильно туго их заплетать, просто по-быстренькому заплели и все. И еще раз показываю. Протягиваю петельку, завожу в нее свою косичку. И теперь протягиваю косичку в дредингу. Это наверное самый простой и быстрый способ купить волосы, разделить на крупные проборы и все. И не мучиться. Продолжение следует... Ну вот и все. Я даже не успела устать. Реально я, когда увидела, что я всего лишь 3 часа это делала, даже удивилась. Но мне очень нравится эта прическа. И этот цвет, мне кажется, очень идет. И я обычно вот так вот хожу с хвостиком. И вот эти вот две прядки очень прикольные получились. Поэтому я их оставила. Обычно все в хвостик прячу. Как вы видите, я все лето себе что-то заплетаю. Делюсь с вами. Очень мне нравится. И надеюсь, что вам это видео было тоже полезным. Это было все на сегодня. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Лозница Вика. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok